Приветствую, уважаемые! Меня зовут Эндрю Браун, вы попали на канал Путь Режиссера. И сегодня мы поговорим о еще одной достаточно свежей моей работе. Это такой вот промо-ролик для танцевального коллектива. Очень хорошие девочки, очень умело и красиво танцуют. И нашей задачей было очень просто добавить какой-то перчинки, добавить вкуса, создать стиль и построить такой вот образ таких вот цариц, принцесс, красавиц, которые просто разрывают танцевальный рынок. И сегодня мы поговорим об этом видео. Но также еще сегодня я дам несколько советов, и мы поговорим о том, как начать вообще путь в видеопроизводстве, с чего можно начинать, какие видео, какие темы выбирать. Об этом немножко упомяну я, да. Поговорим также о свете, который был здесь использован немного, вероятнее всего о цветах и, в принципе, стилистических особенностях данной работы и вообще, в принципе, скажем так, любых работ, которые направлены на то, чтобы подчеркнуть что-либо, какой-либо стиль, да, танцы это или не танцы, не важно. Разберем. Но давайте сначала посмотрим данное видео, оно достаточно, ну, коротенькая минута, я думаю, вы выдержите. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, давайте непосредственно разберем данный видеоролик Какие у вас вопросы могут возникнуть? Но предугадываю, что по свету интересно узнать, что да и как Режиссуру мы разберем, естественно И какие-то мелкие нюансы ситуации, которые, возможно, происходили Или какие-то лайфхаки, возможно, какие-то мелкие нюансы, которые происходят на съемках А на съемках очень много всего происходит И поэтому, когда вы смотрите много теоретического материала Как там выдержка, как там все Или там цветокоррекция, постпродакшн и так далее Все это круто, но когда вы не бываете на съемках Когда вы не применяете это все на практике С точки зрения того, что вы будете ошибаться Вы будете и прогорать, грубо говоря, и так далее То вы не будете понимать эту суть Поэтому этими видео я хочу вам передать какую-то определенную атмосферу Для того, чтобы вы немножко были уже в курсе, что вас ждет Так вот, по режиссуре это, естественно, все просто и понятно Хотелось добавить чуть-чуть перчика Была какая-то базовая хореография под определенный трек И нужно было дополнить это визуально круто Если бы мы собрались и сделали то же самое где-то на пирсе Или где-то возле воды Или там, не знаю, на закате Или еще как-то где-то на натуре среди деревьев То это выглядело бы достаточно, ну, скажем так, неоригинально Это просто, это понятно А здесь это получилось как какая-то целая, так, импровизация, да, для музыкального какого-то клипа На мой взгляд Почему? Потому что все это реализовано было, грубо говоря, в искусственно созданном помещении Это кинотеатр Типичный обычный кинотеатр И в нем мы использовали лишь один источник света Да, он был арендован И да, он достаточно дорогой Это, как правило, лучи, которые используют на концертах Там, да, также в съемках музыкальных клипов Очень много где Направленные лучи, которые имеют Очень много автоматических интересных функций Которые мы использовали в частности, да Это в первую очередь он может светить просто кругляшком, да На вашу стену или на вашего объекта С жесткими гранями, да, вокруг него Для того, чтобы создать какой-то акцент Также он может делать динамические какие-то вещи, да Менять формы, делать это быстрее, делать это медленнее И когда все это вышло, да, на поверхность, скажем так То мы начали активно использовать данные функции Для того, чтобы еще больше дополнить Еще больше добавить экшенов в эту всю композицию И опять же приправить все перчиком, огоньком, да И различные цветовые схемы этих огней Тоже достаточно интересное решение Но весь цвет, который там есть Он не совсем тот, который был на площадке Почему? Потому что оригинальные кадры Не имеют настолько большую насыщенность И сам этот светильник, он не имеет внутри себя Каких-то RGB панелей Которые будут нам выставлять определенный цвет Это, естественно, было сделано на цветокоррекции Конкретно кадры, когда девочки находятся у экрана И танцуют немножечко так сексапильно, скажем так, да То у них меняется цветовая схема этого самого света, да Таким образом я это все воссоздал уже на постпродакшне Но это не умиляет того факта, что этот источник света Достаточно и сильный по мощности, и разнообразный Поэтому ваши танцы, какие бы они супер не были Они станут еще лучше с этим источником света И это не реклама, потому что это выглядит реально хорошо Также, если вы заметили, данный видеоролик Он достаточно целостен по своим светотеневым и цветовым решениям Он такой однородный Здесь не будет такого резкого контраста с одного на другое Все имеет определенные оттенки, и они похожи между собой И я вам рекомендую делать каждый свой видеоролик с определенной цветовой схемой Или заранее выбирать, или заранее подрабатывать уже какие-то вот источники Что-то вот делать так, чтобы ролик смотрелся целостно А не так, чтобы вы как будто собрали 30 разных роликов в один Потому что это сразу же видно Тоже такой маленький нюансик Также команда, которая была, это опять же не огромная команда У нас здесь не Хохлов Саботовский У нас здесь не супер продакшены, да Какие-то 20 тысяч человек и так далее Просто, то есть я, да, оператор-режиссер И со мной несколько ассистентов, которые смотрят за оборудованием Также снимают бэкстейджи и помогают мне с управлениями определенных цветовых источников Так, допустим, мы снимали один вот кадр здесь на бэкстейджи, я покажу Но основная команда, она была небольшая Поэтому, в принципе, для такого ролика это достаточно хороший уровень И за счет как раз-таки этого света За счет динамики, за счет различных вот, ну, за счет интересной локации, на мой взгляд Да, каких-то стильных и простых костюмов Не разноцветных каких-то, да, непонятных А опять же это относим мы к целостности Это стиль, это вот то, что вы хотите передать или то, что вы хотите подчеркнуть Если бы мы подчеркнули, что этим девочкам, не знаю, по 10 лет или по 9, и они вот такие все мимимишные Мы бы их, возможно, одели в розовые, да, но чтобы подчеркнуть их серьезность, их амбиции, да, стиль И такую вот хладнокровность местами где-то, да, то есть черный цвет Это круто, это всегда хорошо смотрится Поэтому такие решения, это элементарно простые и понятные вещи для нас, в принципе, всех Я надеюсь, что вы этот момент уяснили Что еще есть по определенным нюансам? Еще немножко нюанса по технике Как вы видите, был использован стабилизатор электронный И также есть кадры, которые как будто сняты с рук Здесь я использовал аноморфную насадку, о которой говорил на своем канале Вы можете поискать плейлист аноморфной технологии, да, и эстетика Там все это есть Так вот, я использую эту насадку просто потому, что если все видео будет однородно стабилизировано То это будет достаточно скучно Хотелось добавить, подчеркнуть движение, какой-то агрессии, да, в это все Поэтому была использована эта насадка Ну, плюс несколько лэнс флееров мы все-таки словили и сделали интересные такие футажи Что еще важно? Это организация съемочного процесса Я о ней рассказывал в отдельном видео Но здесь практический совет Касаемый времени и тайминга У нас была аренда, там, 2-3 часа максимум И задача была за 2-3 часа снять видео, минутное видео, промо-ролик Вы понимаете, насколько это серьезно и далеко от реальности Когда мы говорим о каких-то коммерческих серьезных съемках, рекламе, там, даже музыкальных клипах Ну, за 2-3 часа можно только разложить оборудование и сложить, если это большая съемочная группа Поэтому здесь вы должны четко думать, четко понимать, что брать с собой Для того, чтобы потом на съемках не стоять и думать, что да, нам нужно 30 минут, чтобы настроить этот кран для одного кадра Либо он должен быть уже настроен до этого Либо не берите его с собой, потому что это время Таким образом, на этих съемках было следующее Я взял стедикам, камера, объектив Еще один объектив и аноморфная насадка Значит, задача была в том, чтобы снять большую половину на стедикам И затем переключиться на насадку А это значит, что нужно разобрать стедик, снять объектив, поставить новый объектив Поставить туда аноморфную насадку и все это начинать снимать Соответственно, это определенное время И каждая минута у нас имеет вес по деньгам Поэтому нужно что-то было делать И, конечно же, мы не успели снять большую половину Начались какие-то определенные моменты, нюансы Там спешка, там туда снять, а тут передумали, а давай так И начинается вот эта вот вся съемочная процедуре, да, скажем так Потому что когда у вас есть там какой-то определенный сценарий Куча раскадровок, все у вас расписано, все это хорошо Но потом как-то приходит какая-то идея, и вы начинаете за ней бежать Такая вот творческая болезнь Поэтому задача была что? Мы сняли какой-то определенный материал И я снова переключаюсь на аноморфную насадку Таким образом, примерно около 5-10 минут 5-10 где-то, ну, в таких диапазонах Это минимально, да, а так-то 15-20 Для того, чтобы сменить оптику и сменить, да, режим съемки Касаемо на аноморф На все это настроить фокус Потому что сингл фокуса там нет Приходится крутить двумя колесиками Все это достаточно геморройно Но результат стоит того Поэтому думайте о тайминге Думайте о том, что сколько времени вам нужно на настройку Вашего оборудования И сколько времени сами съемки должны идти Если у вас арендованные помещения Если же нет, то же тренируйтесь Если у вас 10 часов там Неограниченной графики Пробуйте, тренируйтесь ужиматься Потому что на реальных съемках На сменах, на дорогих съемках У вас не будет времени думать Три часа там, да, и так далее Вам нужно будет работать И, как правило, и ночами, и днем И не важно, когда вообще Поэтому по таймингу понимаете Что по поводу монтажных склеек Здесь минимально переходов, которые были сделаны там, да На постпродакшне Это внутрикамерные переходы какие-то, да Обычное подергивание камерой, да И монтаж на смежные движения То есть если у нас идет вперед камера Мы монтируем следующий кадр Который тоже двигается вперед Если вбок-вбок В общем, такие элементарные вещи Если вам это интересно Мы обсудим это в следующем видеоролике Касаемо вот таких монтажных приемов Какие еще есть небольшие нюансы Это касается вот цветокоррекции Цветокожи Почему? Потому что есть такая тема, как загар И когда он неравномерно ложится на тело То вы можете заметить определенные участки кожи Которые не соответствуют по цвету тональности И насыщенности Другим, да, участкам И как с этим бороться? Ну, на мой взгляд, можно, конечно, масками как-то там заморочиться И все это начинать вытягивать Но если у вас достаточно, скажем, слабенькая камера Или, ну, кодекс слабенький Ну, вы понимаете, о чем я говорю Соответственно, у вас нет RAW, да, у вас нет ProRes То как-то это все обрабатывать Потом можно получить достаточно много артефактов Поэтому, если есть возможность бороться с этим То это только закрывать те участки кожи, да Которые не соответствуют основному тону Да, загара там Или чего бы то ни было еще Ну, что же касается совета для начинающих Вот вы думаете Вы купили камеру Сейчас будете что-то снимать И вы не знаете, что Вы думаете, мечетесь свадьбы Музыкальные клипы Кино может снимать А может бизнес-видео А может интервью А может репортаж О чем, куда, зачем И, на мой взгляд Вам нужно для себя решить Хотите ли вы быть Достаточно креативным Обширным и творческим И получать От своих клиентов И своих работ Достаточно разнообразной эмоции И дарить разнообразной эмоции То ваш выбор Соответственно, должен падать На те виды Или подвиды Структурной деятельности Видеопроизводства Которые не связаны С каким-то вот одним Направленным чувством Это свадьбы Вот там есть Одно направленное чувство Которое движет Весь процесс Которое создает Одно Всегда идентичное Всегда абсолютно понятное Ощущение Эмоции И переживания Достаточно сложно Там что-то изменить Или сделать как-то Сверх по-другому Но сделать в музыкальных клипах Сделать это в имиджевых Бизнес Рекламных И так далее Можно Поэтому, я думаю Понимаете К чему я клоню Есть разные Подкатегории Поэтому Туда, где Вы чувствуете себя Комфортно Хорошо И можете развиваться Видите какие-то перспективы Вы туда и идете И в этом нет Никакой проблемы Но завершить Эту информацию Хочу Дополнением От наших Вот скажем так Американских Коллег Которые выступали На радио Там Вели подкасты Пригласили одного Кинодела с Канады Который рассказывал Как он начинал И все очень просто Это был скейт парк Это были фотографии Для друзей Потом видео Для друзей Про скейты Все понравилось Он пошел дальше БМХ Ролики Молодежные движухи Танцевальные коллективы Гип-хок Брейк-данс Сделал для них Видео Крутые видео Класс Все четко И потом его заметила Допустим Какая-нибудь Артистка Американская Которая на хорошем уровне И Это все Произошло Таким вот сарафаном Потому что Те музыкальные Танцевальные коллективы Которые Были знакомы С этим человеком Выступали В роли Хореографов Для этой артистки И таким образом Они Рассказали Кто им делает видео Потому что Она интересовалась Вот И соответственно Она уже знала Его видео И когда они уже Встретились Она предложила Ему Снять что-то Для нее И конечно Она рассказала Как волнительный Был первый сет Как волнительно Была большая Съемочная площадка Как это все Делалось Но Результат Стоил того Он вышел на какой-то уровень И двигается дальше Поэтому Я думаю Что нужно просто верить Нужно делать То что ты Действительно Желаешь То что ты действительно Хочешь Не заостряться На чем-то таком Одном А Развиваться больше С разных сторон Касаемо Видеопроизводства И уже Впоследствии Выбирать К чему больше Лежит Да Ваша душа Потому что И там И там Есть определенные И плюсы И минусы И в принципе Да Некоторые говорят Что видеография Это уже мертвое Искусство Это уже никому не надо Вот И Пора завязывать Ребята Но Те кто действительно Работают Они понимают Насколько сейчас Рынок Расширяется Насколько сейчас Очень много Различных предложений И насколько сейчас Ценятся люди У которых руки Растутся Правильного места По части Видеопроизводства Поэтому Не роняйте слезы На пол Не роняйте Свои дорогие Объективы Да И все в таком духе Продолжайте заниматься Продолжайте развиваться Смотрите мои видео Подписывайтесь на канал Ставьте вот такие штуки Если вам было Интересно Познавательно И круто Пишите также Свои комментарии Что я не упомянул Что бы вы хотели Узнать еще В дальнейшем Вот Потому что мы сегодня С легонца Прошлись по Моему небольшому Промо ролику Для танцевального Коллектива Принцесс И сделали это Достаточно Хорошо Ну а с вами был Эндрю Браун Канал Путь Режиссера До новых встреч